Привет всем! Сегодня нас осчастливила злая Зая своим цирковым представлением в стиле злой Зая. Ничего не меняется! Магазины, магазины, новые слова, уже не кирдык-пердык, новые супер слова в лексиконе Зая шарабарабарам-шарабарам-барам. Вот, мои дорогие друзья, обязательно надо запомнить, иначе не поймем, о чем же речь. Оказывается, это о чокопай. То есть, шарабарабарам-шарам это чокопайки. Запомнили? Браво, мои дорогие друзья! Идем дальше. По следам нашей злой Зайи. В стране Шиндермындия, параллельная вселенная. Идем и видим. Магазины, магазины, магазины! Даже специально заехала в какой-то магазинчик за сырками. Ооо, целую коробку отхватила. Они вкусные и натуральные. Ну, конечно, злая Зая, две коробки печеней. Да, конечно. Сырки в количестве, наверное, 30 штук. Ну, а как же? Как же без этих сладостей проживет злая Зая, ее королева-мамочка, которую гробит ежедневно? Очень жирной, неполезной пищей, да еще и сладкой пищей. А потом говорит, немножко можно. Да, немножко можно. Мы контролируем все. Конечно. Бабулечка, как космонавт. Чуть-чуть и в космос полетит. У нее стоит на полочке туалетная бумага. А что так? Вроде же бабушку подняли. Нет, бабушка не может дойти до унитаза сама, потому что она часто остается одна и просто пересаживается с дивана на горшочек. Вот чем занимается злая Зая. Она бросает мать, бегает по магазинам, а мать просто не может сама еще дойти до туалета. И не важно, что ей приготовили там унитаз, приготовили специальное сиденье. Ничего это не нужно пока. Мать использует горшок. Вот почему он стоит рядом. Поэтому и туалетная бумага стоит на полочке. Но как антисанитария присутствовала в этом доме так и присутствуют. Деньги, хватает деньги, скомканы эти бумажки. Рядом стоит туалетная бумага. Рядом что-то еще валяется. И эта Зая убиралась один день назад, да, или пару дней назад. То есть, пока у нее там вообще был завал, она не показывала. Сейчас она прибралась. Пару дней она покажет вам. Ну, якобы более-менее прибрано. Но на самом деле еще чуть-чуть и все завалится в том же количестве, в том же объеме будет все завалено. Бабулечка сидит. Бедная бабулечка. Но наши труды не прошли даром. У нее под спинкой стоят подушки. И когда маленький единорожка закрывал дверь, злая Зая акцентировала внимание, чтобы он дверь закрыл плотно, чтобы бабушка не замерзла. Когда это такое было? Где это видано? Всю жизнь дверь нараспашку. А, минус семь, конечно. Нужно беречь бабушку, потому что она у них на самом сквозняке. Хорошо, что мы за этим следим и акцентируем внимание. И теперь злой Зайи приходится делать все хотя бы по нашим наставлениям. Иначе до нее бы не дошло, что пора бы закрывать дверь. Холодно на улице. Но бабушке повезло. Ей еще сегодня отвалили целых четыре пирожена. Ну как себе. Привыкла же злая Зая жрать от пуза. Это же надо столько накупить еды в очередной раз. Но если не торты, значит пироженки. Но все-таки у бабушки есть какое-то чувство самосохранения. И она съела всего лишь одну штучку. А может быть и невкусно. Вот она и отказалась. Но разве злая Зая скажет правду? Да, ей все вкусно. Чтобы в рот не попало, все проглотит и скажет вкусно. Ну конечно. И вишенка на торт это семечки. Конечно, она эти семечки обкакала со всех сторон. И маленькие, и все равно невкусные. Но да ладно, все равно сощелкала. И бабушке чуток досталось. И даже маленькой собачке достались семечки. Но мало. Жалко. Вдруг будет аппендицит у собаки. Ну да, ну да. Конечно. Это только злая Зая с пятью образованиями может такое сказать. Ну в общем-то, конечно. Собаки это ни к чему. Да еще и соленые. Побаловалась маленько и ладно. Но там собака, конечно, воспитана. И даже для нее приготовили бутылку с горохом. Чтобы уж как напугать, напугать. Чтоб собака не просто ссалась от страха, но еще и сралась. Это как раз для них. Ну тем более, они все равно ее не повезут. В Краснодар все равно. Где-то здесь пристроят. Ну или как некоторые говорят, скушают. Так что, мои дорогие друзья, собака напугана, обозрана, обоссана. Ну и нормально. Все равно в Краснодар не возьмут. Ну и еще раз поговорим об антисанитарии. Грязные кошки вернулись домой. Холодно, поэтому решили домой вернуться. Но до такой степени грязные кошки. И спит эта беленькая кошечка возле стола на стуле. Ладно, поспала. Так она пошла лазить не просто по подоконнику, а даже на холодильник прыгнула. Ну сначала, конечно, на микроволновку, потом на холодильник. Вы вообще представляете это? Это кошка. Ходила по помойкам. Лазила под машинами. Ну бог еще знает, где она лазила. И сейчас это все летит по кухне, потому что она прыгает. С нее летит грязная шерсть. Грязные лапы, потому что их никто никогда не моет. Грязная кошка, у которой еще больные глазки. Их тоже никто не лечит. Вот так злая зая живет. И при этом она перебирает продукты на полках. Хочет взять подальше, чтобы никто не открывал, никто не трогал этот продукт, эту баночку. Или любой продукт, который она берет с полки, она берет его подальше, чтобы никто его не лапал. Боже, да лучше полапал любой другой человек, чем эта грязная кошка, которая ходит по столам, по подоконникам. Ну нам просто ни разу не показали, как она была на столе. Но я думаю, что для кошки, которая ходит вокруг этого стола, нет никакого препятствия не походить по столу, когда в кухне отсутствуют люди. Вот и все. Вот что употребляет злая зая. Грязь с помоек, грязь из-под машины, грязь с земли, харчки, плевки, кал от животных, от людей и прочая антисанитария. Это просто ужас. И этот пресловутый ополаскиватель, который она теперь уже не может нигде купить. Ну потому что нет ополаскивателя и ей нужен обязательно с хорошим запахом. Ну не навязчивым, конечно, но сильным, потому что ее грязное белье просто не может простирать машины. И из-за этого ей необходим запах от ополаскивателя, от кондиционера. Ужас какой-то, просто ужас. Мои дорогие друзья, зая взяла и переложила в тазик печенье. Для каких целей? Объясните мне. Мне непонятно. Ведь можно же положить в пакетик, ну если ей нужно убрать эти коробки. Она перелапала каждую печеньку, каждую. Ну чтобы не расслаблялись, чтобы уж все болели одними болезнями. Да, и конечно же, для антуражу она надела на себя маску на бороду. Да, конечно. И ни разу не показала ни себя, ни ослика посудомойку, ни дочку, что они в масках. Ну без масок, да. У всех маски то в кармане, то на бороде. Но в общем-то у самой злой зая маска была вместе с деньгами, с бумажными грязными деньгами. Ну а что? Ну а что? Полежала эта маска в кармане с грязными деньгами. Грязная маска надета на нос, подышала там чуток, потом на бороду. А потом говорит, а что это у меня на бороде прыщи? А потому что грязная маска была у тебя на бороде. Ну вообще, я вот смотрю на нее и думаю, ну для кого это все снято? Ну для кого этот цирк? Для кого? Ну для вас. Глубинный народ, гоблины, тролли, которые смотрят и аплодируют этой, ну я не знаю, клоунессе? Ну а кто это? Ну не живут так нормальные люди. Это все клоунада. Ну или и живут, ну значит ненормальные. Ну в общем-то в цирке, в сказке Шендермендия, параллельная вселенная, возможно все. Вот там злая зая, посудомойка, королева-мать, бабулечка, маленькие единорожки с собаками и грязными кошками так и живут. Это только цирк, только сказка. На большее, я думаю, это не тянет, потому что реальной жизни такой быть не должно. Откуда такая жизнь? Это же просто ужас какой-то. Как можно полететь по магазинам, просто полететь? Хочу то, хочу это, купи, купи. Господи, это как? Куда? Как можно столько съесть? Стол завален чем попало? Вот чем попало? Туда же сели, сначала поели. Они проголодались, да. С утра они ели этот плов, опять проголодались. Даже не разгребли ничего со стола, просто вот как навалили какие-то пакеты, какие-то контейнеры, что-то стоит. Ну просто ужас. И при этом она нам говорила, зачем ей поверхности? У нее же есть стол, поверхности для того, чтобы туда положить то, что у тебя сегодня было на столе. То есть ей поверхности не нужны. Можно в этом бардаке и поесть, и попить, и поговорить. Все можно сделать в таком бардаке, потому что это злая зая. И у нее не бывает нормально на кухне. Ей для того, чтобы снять на кулинарный канал видео, нужно прибираться несколько дней. Поэтому она не снимает. Не потому, что она болела или чем-то была занята. Ну или, как она сказала в прошлом видео, отдыхала. Отчего ты отдыхала, зая? Ты отдыхала от тунеядства? Ну отдохнула. Даже не могла прибраться. Мы, гад, болели, тут навалили. Число у нас было вчера, по-моему, шестое показано. То есть до Нового года. И даже на Новый год она не прибралась в доме. Ну ладно. Как так можно жить? Как так можно жить? И при этом она в новую квартиру не хочет делать много шкафов, много поверхностей. А зачем ей? У нее же привычка. Все навалил на стол, тут же поел, тут же попил чай. Господи, что происходит? Что это вообще? Это, наверное, специально? Это, наверное, специально для особо одаренных, для особо преданных гоблинов и троллей, которые, хоть ссы в глаза все божья роса, все будут говорить. Ура, злая зая, все прекрасно делай, так продолжай. Другого нам не надо. Нам чем хуже, тем лучше. Мы тебя любим вот именно такой, клоунессой. И, боже мой, злая зая долго не могла расстаться со своими гоблинами. Она щелкала эти семечки. Потом по секундам считала, когда отключится телефон. А потом включилась и долго прощалась. Желала всем добра, мирного неба. Ну то есть так она их любит, так аж не могла попрощаться. Вот это да, вот это видос слепила. Главное магазины с ценами, главное набрала жрачки. Главное показала бабулечку. Но тут-то да, плюсик можно поставить. И подушки под спиной, и дверь закрыли, когда уходили. И одну печеньку съела вместо четырех. Молодец, бабуля, хвалим. Но главное, чтобы бабуля не расслаблялась, ей вышивку. Ну то ли клеить, то ли вышивать, но бабуля будет занята. Ждем, ждем, посмотрим результат. Какую красоту нам слепит бабуля. Ну да, хорошая, здоровая бабуля. Руки работают, спинка не болит, все хорошо. Теперь у нас есть целая копилочка. Тренажеры, какие невозможно использовать. Супер мячик-игрушка для лечения бабули. Кольцо властелина. А теперь у нас еще будет и вышивка. Это все во благо бабулечки. Ну да ладно, будем ждать результатов. Ну да ладно, нам остается только ждать. Что нам еще покажет злая зая, как она еще будет издеваться над своей королевой матерью-бабулечкой, которая теперь еще будет обязана собрать эту красивую картинку. Подождем? Подождем, посмотрим, что же будет дальше в этой сказочной стране Шиндерменде, параллельная вселенная. Ну что ж, подождем, вашу мать? Подождем. Еще очень важный момент. У ребенка-единорожки, девочки, заболел зуб. Оказывается, уже давно. И вот они решали, куда поехать лечить зуб. Да, конечно, у них в таком большом городе, как Краснодар или Майкоп, столица республики, ну нет же детских поликлиник, конечно. Они же звезды, им надо что-то особенное. Ну так вот, подождем, когда нам прорекламируют что-то особенное. Ну я думаю, что здесь опять подключается реклама. Это скрытая реклама, которую проводит злая зая. А еще злая зая очередной раз вам рассказала, какая кола, пепси, фанта настоящие на ее вкус. Потому что она же специалист, она же суперэксперт по коле. Вот так она показала, знаете, которую она пьет вместе с напитком 40-градусной. Вот, мои дорогие друзья, значит, когда к ней прилетает синяя птица, и она улетает в Бухарест вместе с ней, она это делает с колой, именно той, которую вам показала. Ну а куда можно столько колы выпить, чтобы стать экспертом? Вот только я думаю, что это происходит в обнимку с синей птицей по дороге в Бухарест. Ну что, мои дорогие друзья, сегодня получился вот такой обзор. А сейчас, мои дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что видео мое развлекательное, все совпадения случайны, все персонажи вымышленные, и я выражаю свое личное субъективное осуждение. А на этом, мои дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Вам не трудно, а мне очень нужно. Пишите комментарии. До новых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока.